Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов основанная на каналах кельтнера данный индикатор был создан трейдером честером кельтнером и первые сведения об индикаторе появились в его книге сам по себе индикатор основан на скользящих средних и поэтому является простым в освоении а что самое главное по сравнению с подобными ему индикаторами он генерирует намного меньше ложных сигналов и поэтому отлично подойдет для торговли опционами больше информации о данном индикаторе вы можете узнать из данной статьи а мы же перейдем к правилам работы по данному индикатору способов торговли при помощи данного индикатора есть два один внутри канала а второй на пробой канала суть торговли на пробой канала заключается в том что когда цена выходит за пределы канала это является отклонением от нормы и с большой вероятностью она должна вернуться обратно поэтому можно рассматривать как и просто выход за пределы канала так и импульсный пробой сразу хочется отметить что импульсный пробой является более эффективным и намного чаще цена возвращается после этого обратно в канал или как минимум происходит откат обычный выход за пределы канала плох тем что обычная следующая свеча продолжает данное движение и только третья свеча может быть откатной в таком случае в торговле придется использовать систему мартингейла что несет за собой дополнительные риски поэтому новичкам лучше рассматривать именно импульсные пробои экспирация в такой торговле зависит от таймфрейма и составляет одну свечу соответственно если таймфрейм у нас минутный то и экспирация будет одна минута таймфрейм можно использовать любой лучшим вариантом будут таймфреймы от 1 до 15 минут вторым вариантом является торговля внутри канала но для такой торговли лучше всего использовать флеты так как в таком случае риски будут уменьшены максимально суть данного метода заключается в том чтобы цена касалась границы канала после чего закрывалась выше или ниже но закрытие обязательно должно находиться внутри канала экспирация как и таймфреймы можно использовать такие же как и в первом методе плюсом данного метода можно отнести то что цена очень часто находится внутри канала во время флета а минусом является то что не так часто можно найти правильные флетовые движения это были все правила торговли по стратегии каналов кельтнера а теперь давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету при помощи и первого и второго метода и посмотрим что из этого выйдет а в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...